Встреча с молодыми людьми Встреча с молодыми людьми Встреча с молодыми людьми Общество становится все более Агрессивно антихристианским Особенно сильно С этим встречаются наши дети В школах В колледжах В университетах особенно Подавляющее большинство Всех тех, кто преподает сегодня В высших учебных заведениях здесь В Америке, это люди не просто Не христиане, это Антихристиане Это люди, которые агрессивно атакуют христианство. Так вот, в связи с этим, мне приходилось встречаться, приходится встречаться с молодыми людьми, которые задают вопросы. Вопросы, исходящие из того, что они слышат там, в школах, в университетах. И один из таких вопросов – насколько достоверно, насколько исторично воскресение Иисуса Христа. Мы в прошлый раз об этом говорили немножко, если вы не слушали, вернитесь и послушайте эту проповедь. Сегодня я хотел бы посмотреть еще на один аспект этого вопроса, который нужен тем, кто сейчас, может быть, находится под атаками такими, для того, чтобы ваши вопросы решились, а для тех, кто уже утвержден в вере, следуя за Христом, может быть, еще раз укрепить свое понимание того, что основание нашей веры в действительности объективно, исторично – это не чья-то выдумка, это реальное действие Божие, которое имело место в конкретной исторической точке, как оно представлено нам в Священном Писании. Сегодня я назвал свою проповедь «Достоверность истории Воскресения». Дело вот в чем. Если вы читаете историю Воскресения, изложенную в четырех Евангелиях, немножко затрагивает ее апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в Деянии Апостолов описывается немножечко, но основная история Воскресения представлена в четырех Евангелиях. Если вы внимательно будете читать, вы увидите, что описание Воскресения Христа отличается у всех четырех Евангелистов. То есть это не под копирку скопированной информации. Один говорит об одном, например. Один говорит о том, что была одна только женщина Мария Магдалина. Другой пишет и называет Марию Магдалину еще одну. Третий говорит Мария Магдалина, Мария, Соломия и другие женщины. И когда люди читают это, они говорят, вот, видите, Евангелие является результатом того, что придумали христиане. Христиане со временем, как и любая другая религия, они со временем придумывали разные версии. Один так придумал, другой по-другому придумал, третий по-третьему придумал. И таким образом Библия – это не что иное, как сборник мифов. А здесь уже каждый по-своему это трактует. Некоторые говорят, это мифы, но все-таки хорошие, религиозные мифы. Как Пушкин когда-то писал, сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. А некоторые говорят, ну, это мифы, это вообще сказки, нам вообще на них внимания не нужно обращать, поэтому мы их списываем. Ну, хоть в первом, хоть во втором случае, хоть одна, хоть другая версия, она лишает Священное Писание объективности, авторитетности и, значит, основания для нашей веры. Вот сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на все то, что здесь написано и увидеть, что в действительности вариант, как Дух Святой избрал представить нам историю Воскресения, в действительности наиболее точный, наиболее объективный и наиболее авторитетный. Он подчеркивает, этот вариант подчеркивает. Как мы это сделали? Сначала мы посмотрим на последовательность событий истории Воскресения, и здесь у нас будет 16 разных шагов, или 16 событий, которые представлены в этой истории. Мы посмотрим на них, останавливаясь немножко на тех духовных уроках, которые, почему Господь об этом говорит, это во-первых, и потом мы посмотрим на то, что это значит. Как вот эта история сегодня нам говорит, что основания для нашей веры действительно прочны, незыблемы, и это действительно правда. Это самое главное, что нужно. Потому что если человек верит в лжи, то эта ложь рано или поздно станет еще видна и станет явна. Итак, последовательность событий. Как же все это произошло? Если мы читаем внимательно разные Евангелия, то мы сможем увидеть, что в действительности каждый евангелист пишет со своей точки зрения. И если ты возьмешь то, что пишет один, второй, третий, четвертый, то ты можешь вот так вот, как пазл, это все сложить. Это все складывается в одну большую картину. Картина, которая удивляет своей продуманностью, удивляет глубиной Божьего действия, удивляет тем, как Господь, как Дух Святой сделал так, что Он побудил Матфея написать об одном, Марка о другом, Луку о третьем и Анна о четвертом. И в результате у нас получается богатейшая картина, которая позволяет нам увидеть богатство того, что Господь сделал через воскресение Иисуса Христа. Итак, история воскресения начинается с женщин, которые, встав рано утром, пошли ко гробу, чтобы выразить свое почтение к казненному учителю. Мы говорили об этом в прошлый раз, что после того, когда Иисуса арестовали, когда Его судили, когда Его распинали, ученики все находили в состоянии полной моральной деморализации. То есть они были, они потеряны абсолютно были, они ожидали, что их Мессия воцарится, и вдруг они видят, что Мессию избивают, на Него клевещут, плюют, смеются над Ним, Его повесили на крест, Его распяли, и они полностью были деморализованы. То есть морально разбиты, не способны ни к чему вообще. Разбрелись, ушли кто куда. Удивительно, что женщины, они тоже все это переживают, они тоже все это воспринимают. Но интересно, что они стоят у креста. где-то у них, может быть, не хватает способности все это осмыслить, точно так же, как и у апостолов. Но у них есть, кроме потребности в осмыслении, у них есть еще большая потребность в ощущении. И вот это их ощущение, их любовь ко Христу, к их Учителю, она становится сильнее логики, которой не находят объяснений. Вот у Петра логика не находит объяснений, и его нет у креста. Он убежал. Точно, как и остальные все здесь. Иоанн там только был. А женщины, у них нет объяснений ничему этому. А любовь такая сильная, и они все равно стоят у креста. Они стоят и плачут. И Христос им говорит, не плачьте обо мне, плачьте о себе и о детях ваших. И потом, после того, суббота они дома сидят, потому что нельзя ходить. Как только начинается раннее-раннее воскресенье, они берут то, что, кстати, они приготовили еще в пятницу. Давайте посмотрим 23 глава Луки, 55 стих. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Это пятница еще. То есть, они видели, где гроб, они видели, где захоронение. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти. То есть, еще в пятницу, до захода солнца. И в субботу остались в покое и по заповеди. Евангелист Иоанн говорит о том, что в пятницу, снимая тело с креста, Иисуса помазали благовониями Никодим и Иосифа Римофейский. Иоанна 19, глава 39 стих. Как я уже сказал, мы берем и делаем вот такую мозаику из четырех Евангелий, которая позволяет нам увидеть всю эту историю. Иоанна 19, глава 39 стих. Мы читаем, «Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес составы смирны и алоя, литр около ста. И так они взяли тело Иисуса и обвели его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи». То есть, что они делают? Они брали пелена, и они хорошо их вот этими специальными веществами обрабатывали и окутывали тело для того, чтобы предотвратить или как-то немножко остановить гниение, неприятный запах и так далее. По традиции, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он был распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Так вот, воскресный день начинается с того, что несколько женщин, встав очень рано, идут ко гробу. Матфея 28.1. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб». Как я уже сказал, Матфей упоминает имена только двух женщин, но этот список неисчерпывающий. Когда он говорит о двух Мариях, он не говорит, что больше никого там не было. Лука добавляет к этому списку, подчеркивая еще несколько имен. 24 глава Луки, 10 стих. «То была Магдалина Мария и Иоанна и Мария Матьякова и другие с ними, которые сказали об этом апостолам». То есть, по всей видимости, ситуация такая, что там есть несколько женщин, и разные апостолы, разные евангелисты выделяют разных из них, но одно имя повторяется везде. это Мария Магдалина. И неспроста, потому что Мария Магдалина сыграла там особенную роль. Марк добавляет несколько деталей. 16 глава 1 стих. «По прошествии субботы Мария Магдалина, Мария Иаковлева и Соломея, купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собой, кто отвалит нам камень от гроба, от двери гроба». Как я уже сказал, что Мария Магдалина упоминается во всех ситуациях, и, скорее всего, речь идет, причина этого в том, что Мария Магдалина сыграла здесь особенную роль. Вот какую роль. Иоанн упоминает только ее одну. 20 глава Иоанна, 1 стих. «В первый же день недели Мария Магдалина, только она, приходит ко гробу рано, когда было еще темно». Я сразу вспоминаю нашего чтеца. Помните, в прошлом году мы читали эту главу, и Эмик у нас читал там, вот эту фразу, очень так выразительно читал. Так вот, приходит ко гробу рано, когда было еще темно. Ситуация была так, складывалась так. Женщины пошли вместе, Мария Магдалина с ними, так, как мы читаем здесь. И когда они идут вместе, Мария Магдалина, скорее всего, пошла вперед, и она приходит ко гробу сама, хотя идет вместе со всеми, и она первая встречается с тем, что она там увидела. И мы посмотрим, что же встретило ее там. В то время, когда женщины идут ко гробу, происходит землетрясение. Землетрясение, которое, скорее всего, и стало точкой, моментом, когда произошло воскресение Иисуса Христа. Землетрясение часто сопровождало особые божьи события на земле. Помните, когда Бог давал свой закон на горе Сина, и земля содрогалась вокруг? Помните, когда Иисус Христос умер на кресте? В момент смерти Христа произошло землетрясение. Почему землетрясение? Почему оно происходит? Землетрясение ставит человека в состояние, в котором подчеркивается, или человек понимает, что у него нет контроля над происходящим. Почва уходит из-под дна. Не знаю, если вам приходилось переживать когда-то, мы переживали несколько раз, когда жили в Калифорнии, когда земля начинает трястись под тобой, когда здание все шатается. Вот в этом состоянии человек беспомощный абсолютно. Землетрясение подчеркивает то, что весь контроль только там, где-то вверху, только у того, кто контролирует всю эту землю, у человека нет контроля. Так вот, в наиболее ключевых моментах мы видим, когда Бог действует, происходит землетрясение. Кстати, если мы читаем книгу Откровения, там много землетрясений, потому что особые Божьи действия будут. Землетрясение. 28 глава Матфея 2 стих. «И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень на двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись, его стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые». Вот этот факт, что ангел отвалил камень, он был нужен не для того, чтобы выпустить Христа, а наоборот, для того, чтобы позволить людям извне войти туда. Христу не нужна была дверь. Он проходил сквозь стены после того, когда Он воскрес. Тем не менее, Бог через это возвещает, что побеждена смерть. Он открывает вход в гробницу, чтобы люди могли увидеть, что они пуста. Самые первые, кто увидел, что она пуста, это были воины. Они пришли в трепет. Они там были, когда вот это произошло. Они испугались. Они побелели после того, когда они увидели ангела, который... И все это происходит во время землетрясения. Бог парализует римских воинов, стерегущих гробницу, демонстрирует свою власть над представителями вот этих самых сильных людей в то время. устрашившиеся и востерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Третий акт, третий шаг, который мы видим, мы видим, что Мария, подошедшая ко гробу и увидев то, что происходит там, она сразу же разворачивается и бежит к Петру и Иоанну. Опять мы возвращаемся к 20 главе Евангелия Иоанна. Как я уже сказал, скорее всего, Мария шла немножко быстрее остальных женщин и происходит следующее. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Она еще не заходила внутрь. Она увидела камень, отваленный от гроба, и так бежит и приходит к Симону Петру. То есть, когда она увидела, что произошло, она соображает сразу, что нужно пойти сказать апостолу. Эти остальные женщины подходят, и у них там будет встреча с ангелами. А Мария же разворачивается и бежит туда для того, чтобы сообщить Петру и Иоанну. И говорит, унесли Господа из гроба и не знаем, где положили. То есть, она не говорит о воскресении, она говорит о камне отваленном. Это то, что она увидела. Она понимала, что Петр и Иоанн как бы главные ученики, и поэтому она обращается к ним. В это время у остальных женщин происходит встреча с ангелами во гробе. Вот как это описывает евангелист Марк. 16 глава, 5 стих. «И войдя во гроб, увидели юношу, сидящего по правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись». Он же говорит им, не ужасайтесь. Иисуса ищите на зарянина распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Несколько вещей, которые очень важны здесь. Во-первых, здесь упоминается один ангел. Лука говорит о двух ангелах, и мы чуть-чуть позже об этом коснемся, немножко поговорим. Но самый интересный факт здесь в следующем в том, что ангел говорит о том, что Иисус воскрес, и он говорит, вот место, где он был положен, он говорит, идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. То есть он ждет, он будет впереди вас в Галилее. Если вы читаете внимательно, то первые встречи Христа с учениками произошли в Иерусалиме, не в Галилее. И здесь возникает вопрос, ангел говорит о том, что Христос будет ждать их в Галилее, а он приходит в этот же вечер, и мы чуть позже посмотрим, когда они собрались, десять учеников собрались вместе, и он приходит к ним. В действительности это указание на одно очень важное событие. Событие, которое произошло в Галилее, событие, во время которого было дано так называемое великое поручение. То есть была официальная встреча Христа, на которой присутствовали, скорее всего, пятьсот человек, о которых позже говорит апостол Павел. Но мы дойдем еще до этого. Это короткая ремарка, которую очень важно здесь запомнить. «И выйдя, побежали от гроба, и объял их трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Заметьте, это очень интересный расклад. Вот здесь они, здесь Март говорит, что они никому ничего не говорят, потому что боятся. В другом месте мы читаем, что они идут и возвещают. Давайте посмотрим, как эти две кажущиеся противоречия сходятся. Евангелист Лука, читаем, как он описывает, 24 глава с первого стиха. «Первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними шли некоторые другие». То есть, здесь было больше женщин, чем те три, которые названы. «Пришли они ко гробу, вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и войдя, они нашли тело Господа Иисуса, когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа воздействия блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, они сказали им, что вы ищете живого между мёртвыми? Его нет здесь, Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был ещё в Галилее, сказывая, что сыну человеческому надлежит быть преданному в руки человеков-грешников и быть распятым и в третий день воскреснуть. И вспомнили слова Его, и, возвратившись от гроба, возвестили всё это одиннадцать и всем прочим». Это очень интересная часть, которая позволяет нам сделать несколько очень важных выводов. Самое первое, самый первый вывод, он связан с тем, что здесь сказано, здесь приведено, что было два ангела. Как это происходит? Ангелов, скорее всего, было именно два. Это не было два разных события, это одно событие, было два ангела, но говорил один. поэтому Марк говорит об одном, который говорит. Лука говорит о том, что там два было, они не два одновременно говорили. То есть, один ангел говорит, два ангела присутствуют. Вот, теперь следующий вопрос, который мы видим здесь, что когда они возвращаются от гроба, они возвещают всё это одиннадцать и всем прочим. Скорее всего, ситуация была такая, что они идут, они ничего никому не говорят, потому что боятся, но в это же самое время происходит другой процесс, когда Пётр и Анг бегут к этому же месту, когда они возвращаются срочно, после того, когда Мария, Магдалина, и мы сейчас это увидим, встречается со Христом, после того, когда они сами, эти женщины, встречаются со Христом, вот после этого они начинают говорить, то есть, вначале они в страхе, потом по мере того, как это расширяется, расширяется, а их уверенность в воскресшем Христе увеличивается, и они начинают говорить друг другу, и они начинают утверждать воскресение Иисуса Христа. Немного другой, кажется, эта история у евангелиста Матфея. Здесь об Ангеле сказано, что он сидел не внутри гробницы, но на камне, отваленном от её входа. Это ещё один важный аспект, который нужно отметить. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступил, отвалил камень от двери гроба и сидел на нём. Вид его был как молния, одежда его бела как снег. Устрашившись, его стерегущие пришли в трепет и стали как мёртвые. Очень интересная деталь. Следующий шаг, следующий стих. Мы читаем, это будет у нас пятый стих. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого, его нет, здесь он воскрес, как сказал, подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мёртвых и предваряет вас в Галилее, там его увидите, вот я сказал вам. Здесь происходит одна деталь, которая вносит непонимание. Дело в том, что ангел, который сидит на камне, который был отвален от гроба, вид его был как молния, одежда его была, бела как снег, и устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мёртвые. Этот ангел явился специально для воинов. Он явился для того, чтобы устрашить воинов, для того, чтобы парализовать их, для того, чтобы показать то, что происходит. Это Божье вмешательство, это не просто землетрясение, это действительно Бог действует, это Он вмешался в ситуацию, это Он поворачивает ход событий, это Он историю переписывает совершенно в другом русле. То есть, если ты включишь, ещё переверни на предыдущий текст, посмотрите, вот здесь написано, сидел на нём, устрашившись, стерегущие пришли в трепет, стали как мёртвые. И теперь, когда мы читаем следующий стих, ангел же, обративший речь к женщинам, это не этот же ангел, может быть, этот же, но это не тот, который сидит, это тот, который внутри уже. Это описание того, о чём Марк говорит, о чём Лука говорит. У некоторых людей просто может возникнуть ощущение, что это один и тот же, может быть, один и тот же, но ангел появляется и исчезает в этом смысл того, что они ангелы. То есть, это описание легко согласуется с предыдущими. Следующий шаг. Что происходит? Пётр и Иоанн бегут ко гробу. То есть, в этот момент, после того, вернее, когда женщины пришли ко гробу, в этот момент Мария уже прибежала, и там расстояние не такие большие, кто был в Иерусалиме. Мария уже прибежала, и в этот момент Пётр и Иоанн услышали и бегут ко гробу. Ещё раз давайте 20 глава Евангелия. Первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было ещё темно, и видит, как камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его. Тотчас вышел, Пётр, другой ученик, и пошли ко гробу. Следующий стих. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее. Петрая пришёл ко гробу первый и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошёл во гроб. Вслед за ним приходит Симон Пётр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащие, но особо свиты на другом месте. Тогда вошёл и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал, ибо они ещё не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мёртвых, и так ученики опять возвратились к себе. Мы видим вполне естественное описание реакции двух наиболее выдающихся учеников. Это дерзновение Петра, это скорость Иакова, и в то же время боязливость Иакова, вернее, Иоанна, и в то же самое время Иоанн отмечает честно, что вот в этот момент я уверовал и увидел, и уверовал. То есть у Иоанна его вера в воскресение Христа произошла в тот момент, когда он, услышав свидетельство Марии Магдалины, прибежал туда, ко гробу, вошёл в гроб, и когда увидел пелены лежащие, но ещё Христа он не видел, и ещё он не слышал о том, что кто-то встретился со Христом. В это время, в это же время происходит ещё одно. То есть здесь одновременно масса событий. Женщины идут своей дорогой, возвращаются. В это время Мария сбегала туда, апостолы Пётр и Иоанн прибежали. В это же самое время Мария возвращается назад, ко гробу, и происходит интересная история. Мария, естественно, не бежит, как Пётр и Иоанн. Она, скорее всего, спеша идёт, но если спортом не занимались сильно, вы можете себе представить, она сбегала один раз, возвращается назад, вот идёт немножечко медленнее. Она входит в сад, там в этот момент, она находится в той точке сада, где нет ни Петра и Иоанна, и нет других женщин, и здесь происходит первая встреча воскресшего с Христа с кем-либо из людей. Вот в этот момент происходит встреча, то есть вы помните, что это уже ангел был, который двойным засвидетельствовал, уже Мария пришла ко гробу, увидела, побежала назад, сказала Петру, возвращается в сад. В это время женщину уже ангелов видели. Одиннадцатый стих. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб в виде двух ангелов, опять два ангела мы видим, в белом одеянии, сидящих одного у главы, у другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего и не знаю, где положили». Сказав это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Это, кстати, интересная вещь. Скорее всего, Иисус специально скрывал или блокировал возможность людей узнать его в первый момент. Помните, именно так же было с двумя учениками, которые шли в Имаус. Написывая, что глаза и были удержаны. То есть, Христос это делает специально, чтобы иметь более мягкий, может быть, какой-то подход, откровение. Пятнадцатый стих. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его? Я возьму его». Иисус говорит ей, «Мария». Она, обратившись, говорит ему, «Равуни», что значит учитель. Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, воскажу к отцу моему и отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что он сказал ей это. Вот это была первая точка соприкосновения воскресшего Христа с человеком. В данном случае с Марией Магдалиной. И она была первая, кто возвестил о воскресении ученика, о том, что она видела. Ангел говорил, что он воскрес, но то, что она видела, она была первая. Здесь есть одна деталь, которую нужно объяснить обязательно. Когда Христос обращается к Марии, он говорит ей по-русски «не прикасайся ко мне». Слабый перевод, неточный, который вводит нас в большое смущение, потому что от других женщин сказано, что они ухватились за ноги. А здесь он говорит «не прикасайся». В действительности более точно это слово нужно переводить «не удерживай меня». Посмотрите, в английском здесь 17 стих Jesus said to her «stop cleaning to me». «Clean» это вот «хватиться и держать». Он говорит «не удерживай меня». Она, скорее всего, так же схватилась ему за ноги. Он говорит «stop cleaning to me». То есть «не удерживай меня», потому что «мне нужно идти к Отцу». Очень важная деталь, которая помогает нам увидеть динамику, что происходит, что делает воскресший Христос, как он представляет себя. Это неспроста он открывается женщине. Ни богослову, ни Петру, который очень значительную роль потом будет играть в церкви, ни Иоанну, который был очень близок к ним. У него будет свой разговор. Он открывается Марии, он открывается той, которая его, помните, о ней он сказал, кому много проще, но тот что? Много любит. Это его особый путь, как он действует. То, что Иисус прежде всего явился Марии Магдалине, подтверждает евангелист Марк. Посмотрите, пожалуйста, 16 глава Марка, 9 стих. «Воскреснув рано, в первый день недели Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов». Он подчеркивает это, что это была та, которая много прощена. Иисус к ней пришел. «Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили». То есть подчеркивается, что процесс принятия реальности воскресения занял время. Это не сразу было так. Сразу после этого Иисус явился и другим женщинам, которые, по всей видимости, в это время находились еще в саду, еще где-то, сад он был достаточно большой, где-то они шли по пути из гроба. 28 глава Матфея, 8 стих. «И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвести чеченникам его. Когда же шли они возвести чеченникам, все Иисус встретил их и сказал, радуйтесь». И они приступили, ухватились за ноги его и поклонились ему. «Тогда говорит им Иисус, не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Это очень интересно, что Иисус является, воскресший Христос, является сначала тем, кто последние стояли у Его креста. тем, кто был с ним до конца, до самого конца, где они находились. Сразу же после этого, когда женщины идут туда сказать ученикам, и там, похоже, собираются все больше и больше вот этих новостей, в это время Иисус отсюда переносится примерно за пять миль совершенно в другое место, на дорогу, которая ведет из Иерусалима в Имаус. В это время два человека идут, вы помните эту историю, я прочитаю некоторые штрихи из нее. Луки 24 глава 13 стих. «В тот же день двое из них шли в селение, о стоящей стадии на 60 от Иерусалима, называемое Имаус, и разговаривали между собой о всех этих событиях. Когда они разговаривали и рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны так, что они не узнали его». Заметьте, так же, как и в случае с Марией Магдалиной, Иисус не сразу открывается ученикам. В результате мы узнаем многое о состоянии учеников, что происходило в их уме в это время. Если бы Он сразу открылся, мы бы этого не узнали. Он же сказал им, о чем это вы рассуждаете между собой, и от чего вы печальны? Один из них именем Клеопа сказал им в ответ «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им «О чем?» Они сказали ему «Что было с Иисусом Назарианином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники, начальники наши для осуждения на смерть и распяли его?» Заметьте, несмотря на многочисленные предупреждения самого Христа, многочисленные свидетельства Писания, эти люди, они продолжают находиться в состоянии унынии. 21 стих. «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тела Его. И придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что Он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». То есть здесь ссылка на Петра и Иоанна, которые бегали уже ко гробу, вернулись и сказали о том, что точно гроб пустой, но мы его не видели. То есть уже первые свидетельства вот эти два ученика слышали, но, несмотря на это, они продолжают находиться в неверии. И вот здесь Иисус утверждает этих маловерных учеников следующим образом. 25 стих. «Тогда Он сказал им, «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе вот Моисей из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем в Писании». После этого эти два ученика сразу же возвращаются, идут назад в Иерусалим. В это время происходит еще одна очень интересная встреча, о которой мы мало знаем. Это встреча Христа с Симоном, с Петром. О ней сказано только в двух местах, но не описано, что было на этой встрече. Это был отдельный разговор Христа с Петром, который он посчитал важным не показывать. Вот что говорит Лука. «И встав в тот час, возвратились в Иерусалим, это вот эти два ученика, которые шли в Имаус, и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, то есть там уже собралась вот эта вся группа людей, женщины, которые там были, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону». То есть, скорее всего, в это время Христос еще явился Симону. Что это было за встреча, о чем там говорил Христос, неизвестно. Павел упоминает о ней тоже очень лаконично. 1 Коринфянам, 15 глава, 4 стихи. «И что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифи потом 12». У Христа была еще одна встреча с Петром, которая подробно описана в Евангелии Ана, 21 глава, но это другая. Это первая особенная встреча. Следующее. Христос является десяти ученикам в Иерусалиме. Написано 11, но там не было Фомы. То есть, их называют он где-то 11, где-то 12 их называют. Это 20 глава Евангелия Иоанна. То есть, после того, когда эти два ученика возвращаются, Христос стоит посреди них, заходят в их круг, в их комнату. Тот же первый день недели, вечером, то есть, мы начали с утра, вот дошли до вечера Пасхи, когда двери дома, где собирались ученики, были заперты из-за опасений от иудеев. Они находились, конечно, в страхе, потому что и так боялись, что Христа распяли и за ними придут. А здесь, когда они еще услышали, что воскрес, камень отвален, воины пошли, сообщили туда, в начальство о том, что нет тела, они, конечно же, находятся в страхе. И здесь они вроде бы слышали, что воскрес, но это не так, что воскрес и со мной сейчас. Он воскрес был, раз его нет. И точно так те два ученика, которые говорят, помните, они горело ли в нас сердце наше, когда он был, 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 в этом раз его нет. Но они находятся в этом состоянии. Двери заперты. Пришел Иисус и стал посреди них. И говорит им, мир вам. Сказав это, показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. И Иисус же сказал им, вторично, мир вам. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком останете, на том останутся. По-моему, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему потом, позже. Мы видели Господа, но он сказал, если не увижу на руках его раны от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, не вложу руки мои в ребра его, не поверю. Об этой же встрече говорит евангелист Лука в конце 24 главы, 36 стих. «Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди них и сказал им, мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но он сказал им, что смущаетесь? Для чего такие мысли входят в сердца ваши? «Посмотрите на руки мои, на ноги мои, это я сам, осижите меня и рассмотрите, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им, «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда и взял, взял перед ними и сказал им, «Вот то, о чем я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, пророках и псалмах». Тогда отверстием ум к уразумению Писания. Через неделю Христос является Фоме. Мы об этом знаем, слышали. И, в принципе, дальнейшие события уже достаточно ясно раскладываются и вкладываются в общий таймтейбл или календарь, или список событий. 20 глава Евангелия Иоанна описывает эту историю. Фома же один из двенадцати не был тут с ними. Мы только что прочитали 26 стих. «После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними пришел Иисус, когда двери были заперты, став посреди них и сказал им, мир вам». Опять то же самое, что было неделю назад. Потом говорит Фоме, он приходит специально для разговора с Фомой, «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженный не видевший и уверовавший». То есть Иисус отмечает, что вот этот подход, который он избирает, он имеет свою цель. Это не просто так. Он мог бы их собрать сразу и всем явиться. Но он постепенно это делает, и одной из его целей является то, что он взращивает в них веру. Он говорит, «Блаженный не видевший и уверовавший». Следующее явление Христа – это когда он является семи ученикам у озера. 21 глава Евангелия Иоанна. Здесь описаны кто, описаны имена этих учеников. «После того опять явился Иисус ученикам в своем приморе Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, Нафанаил из Каны Галилейской, сыновей Зеведеевы и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, «Иду ловить рыбу». Говорят ему, «Идем и мы с тобой». Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего». Как видно, что несмотря на то, что Иисус являлся учеником уже много раз, апостол Петр и с ними другие апостолы, они не видят еще следования за Христом призванием своей жизни. Вот когда он еще до своей смерти жил с ними, ходил с ними постоянно, они шли за ним и не понимали. Для них это было понятно, потому что ученики ходили за своими учителями в то время. После того, когда Христос умер, воскрес, сейчас появляется, для них непонятно, что же им делать. То есть у Петра совершенно нет планов проповедовать христианство. Петр уже утвердился, что Христос воскрес, но он еще не утвердился в том, что нужно идти проповедовать о воскресшем Христе. Нужно собирать этих людей, которые уже веруют во Христа. Поэтому Петр продолжает заниматься тем, чем он занимался до того, как он последовал за Христом. Он идет ловить рыбу. Из шесть других учеников следуют за ним. Посмотрите, это из 11-7, то есть только четверых не было здесь. Иуды уже не было, понятно. Как известно, в ту ночь они не поймали ничего. И потом, когда они возвращаются к берегу, Христос повторяет с ними то же самое, что Он делал тогда, когда только их призвал идти за собой. Помните, тогда была точно такая же картина. Они ничего не поймали, они подходят к берегу, и Христос тогда говорит, закиньте сеть по правую сторону. И они закинули сеть и поймали такое количество рыбы. И вот в этот момент Христос подчеркивает, Он говорит, что точно так, как это было в самом начале, Я контролировал всю жизнь. Точно так это происходит и сегодня. Я контролирую рыбу, которая плавает в этом озере. Даже такие простые вещи. И это нужно было для того, чтобы дать ученикам новый старт. Еще раз показать, что вот этот воскресший Христос, Он тот же Господин Вселенной. И после этого у Христа состоялся разговор с Иоанном, в котором Иисус поручает апостолу Петру строительство церкви, по сути дела. Он поручает пастырство. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Иоанн, любишь ли ты меня? Больше не жили они. Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Иоанн, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня. Сказал ему, «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Посебец моё». Это очень интересный разговор. Мы не знаем, о чем Христос говорил с Петром в той первой встрече, которая указана, но не описана. Мы не знаем. Скорее всего, они касались вопроса в его отречении. Скорее всего, они говорили о том, что произошло между ними в то время. Но вот здесь, в этой точке, очень важная деталь. Христос три раза подчеркивает главную вещь. Он смотрит на Петра, он обращается к нему, и он видит, что этот человек, он за эту трёх с половиной летнюю историю, он очень много сделал ярких вещей и много провалов сделал. И он, обобщая всё это, говорит, одна вещь, которую я ценю больше всего. И только по этой причине я тебе это говорю. Он задаёт это три раза. Я хочу быть уверенным в том, что ты меня любишь. Он не делает ему теоретический экзамен на богословие. Он не делает ему экзамена, который связан был бы с какими-то его способностями к руководству. Он фокусируется только на одном самом главном вопросе. Любишь ли ты меня? Для Христа это было самое важное. После этого Христос является одиннадцатью учеником в Галилее. Это та ситуация, когда Он провозгласил великое поручение. И вот здесь, может быть, это была та же ситуация, где присутствовали пятьсот человек. Двадцать восьмая глава Матфея говорится о той встрече, о которой была объявлена в момент воскресения. Шестнадцатый стих. Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. В Галилее они жили, в Галилее они провели основную часть своего времени. И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. Честно рассказывается здесь. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». То есть, вот это происходит после той встречи, которая была у Христа с Петром там у озера. Это общий чардж, общее повеление, которое Христос дает всем ученикам. Следующее, я сделал это отдельным, когда Христос является более 500 человек одновременно, но есть очень большие основания считать, что Матфей выделяет 11 только, но там присутствуют все эти 500. Апостол Павел упоминает о том, что такая встреча была. 1 Климфином 15, 6. Потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Как мы говорили в прошлой проповеди, для апостола Павла было очень важно знать этих людей. Он знает, кто-то умер, а кто-то еще живой. Он говорил с ними. Кроме того, апостол является Иакову. 1 Климфином 15, 7. Потом явился Иакову. Это, скорее всего, был брат Господень, который не веровал в Него до Его воскресения. И вот здесь подчеркивается, что его жизнь поменялась после встречи с воскресшим Христом. И последнее, Христос является учеником перед Вознесением. Непосредственно перед тем, как Христос вознесся. Деяния святых апостолов. Лука вообще говорит о многочисленных случаях явления Христа. Скорее всего, Христос являлся в других ситуациях, о чем не написано здесь. Первую книгу написал я тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал, чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней являясь им и говоря о Царстве Божьем и собрав их, повелел им, не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Но вы примите силу, когда сойдет на воздух святой. И будете Мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самаре и даже до края земли. Сказав это, Он поднялся в глазах их, и облако взяло их из вида их, Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде, и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо, сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Эта история воскресения собрана действительно здесь из пяти или даже шести книг. Четыре Евангелия, книга Деяния Апостолов, и первое послание Коринфянам упоминается здесь. Из них состоит вся вот эта общая история. Теперь несколько слов о том, что это все значит. Духовная значимость истории воскресения. Мы уже видели о том, что Господь избрал такой метод изложения для того, чтобы решить несколько существенных проблем. Я хочу еще раз подчеркнуть третий из сих первой главы Деяния Апостолов. Здесь написано, «Которым и явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами». То есть вот в Божьем плане было поставлено так, чтобы Христос являлся именно вот таким образом, чтобы составить наиболее верную картину доказательства. Это сделано, формат вот этот, в котором представлены эти доказательства, сделано для того, чтобы люди могли иметь точную уверенность в том, что это в действительности правда. Два вывода, которые я кратко хочу сделать. Первый – это независимость источников, свидетельства о достоверности истории воскресения. То есть когда мы имеем дело с людьми, которые говорят о разных вещах, но когда мы можем взять вот эти разные свидетельства и совместить в одно – это не ослабляет достоверность, а наоборот делает ее достоверной. То есть если бы все люди говорили одинаково, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Геяния апостолов, Первая и Кримса, если бы все говорили одно и то же, то было бы сразу ясно одно – или здесь сговор, эти люди просто сговорились, или же просто это кто-то один перекопировал у других. Но когда мы видим 5-6 независимых источников, и когда мы видим, что они говорят о разных вещах, и так всегда получается. Попробуйте описать какое-то событие, которое вы видите. Если это событие будут описывать разные люди, одному человеку бросилась в глаза одна сторона, и он ее акцентирует. Другому бросилась в глаза другая сторона. Третий обратил внимание на третью вещь. Четвертый стоял вообще с другой стороны. И потом, когда рассказывают эти люди, то ты видишь, как они по-разному говорят. Но они все говорят об одном событии. Они говорят о том, что они видели в этом событии. Джош Макдаул в своей известной книге, она по-русски называется «Неоспоримные свидетели». Свидетельство по-английски, кажется, «Evidences demanding the verdict». Он пишет в этой книге, приводит свидетельство одного специалиста, детектива или следователя по особо важным делам, который специализировался на свидетельстве или достоверности свидетельских показаний. Его звали Warner Wallace. Так вот, он однажды поставил задачу для того, чтобы исследовать четырех евангелистов с точки зрения достоверности их свидетельских показаний. Вот что он пишет. «Все четыре источника написаны с разной перспективы и содержат в себе уникальные детали, специфичные для очевидцев. В результате отличающиеся, кажущиеся противоречащими друг другу воспоминания могут быть составлены в единую картину происходившего события, что мы только что сделали. Все четыре описания очень личные, использующие уникальный язык каждого свидетельства, свидетелей. Марк намного более страстный и активный в его выборе прилагательных, например. Несколько источников Марк, Матфей и Лука содержат блок идентичного или близкого к идентичному описанию. Это может быть результатом общего согласия в наиболее значимых точках истории или, более вероятное, свидетель, писавший позже, сказал, остальное произошло так, как это было сказано уже у кого-то». Последний источник Евангелия Иоанна, очевидно, пытается дополнить детали, которые не были упомянуты у тех, кто писал раньше. Посмотрите заключение. «Я признал, что они соответствуют тому, что я ожидал бы увидеть, исходя из моего опыта как следователя». Таким образом, характер истории Воскресения представляет нам мощные доказательства его достоверности с точки зрения даже детективов, следователей, которые занимаются подобными вещами. Кроме того, пару важных деталей еще я хотел бы отметить. Значит, все евангелисты представляют, что первыми свидетелями Воскресшего Христа были женщины. Мария и Магдалина, дальше другие женщины. Вот если бы это была конспирация, то есть если бы это кто-то решил сделать религию, в которой придумали Воскресенье, то они никогда бы не пошли на то, чтобы сказать, что женщины, причем вот такая женщина, у которой семь бесов были когда-то. Почему? Потому что женщины в то время, их свидетельство не принималось в суде с таким же весом, как свидетельство мужчин. Не принималось публично. Поэтому если бы придумали, то там нужно было бы сказать, что Христос явился Петру, и Петр, и Иоанн, стали сразу же и пошли, и стали провозглашать. А здесь женщины. Причем не просто женщины, а есть еще второй элемент. Апостолы, и в частности, первый из них, Петр, представлены в истории Воскресения растерянными, не сразу верящими, сомневающимися. Вроде они бегут, смотрят, но написано, что Иоанн уверовал, а Петре не сказано, что он уверовал в тот момент. Христу нужно было отдельно с ним встретиться. То есть они представлены в невыгодном свете. Это позволяет нам иметь еще дополнительные аргументы, считать характер описания Воскресения достоверным, что в свою очередь подтверждает достоверность Писания вообще. И здесь мой второй вывод перед тем, как мы помолимся. Достоверность истории Воскресения – это подтверждение достоверности Писания. И это, дорогие мои, очень важно. Это тот момент, на который Иисус обращал внимание людей, с которыми Он встречался. Посмотрите, история с двумя учениками, шедшими в Имаус. Луки 24, 25. Тогда Он сказал им, «Он несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою, иначе от Моисея из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем в Писании?» То есть Иисус обращает их внимание на Священное Писание. Немного позже, встретившись с остальными учениками, Он опять говорит о Писании. И сказал им, «Вот то, о чем я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах, тогда отверз им ум к разумению Писаний». И сказал, «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». На Писании ссылается и Иоанн. Посмотрите, 20 глава, 9 стих. «Ибо они еще не знали из Писаний, что надлежало Ему воскреснуть». Опять Писание потом сыграло свою роль. Об этом же говорит апостол Павел, 1 Коринфянам, 15 глава, 3 стих. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». То есть, когда мы говорим сегодня о воскресшем Христе, воскресение Христа подтверждает нам сегодня, что так, как оно представлено в Писании, позволяет нам увидеть еще один дополнительный аргумент, что Писание действительно истинно, Писание авторитетно, Писание действенное. 2 Петра, 1 глава, 19 стих. Я хочу закончить этими словами. «Притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Наколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества Писания нельзя разрешить самому собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движены Духом Святым». Мы помолимся сейчас, и мы поблагодарим Бога за воскресение, поблагодарим Бога за достоверные свидетельства о воскресении, и поблагодарим Бога за Священное Писание, которое является основанием нашей веры, склоним наши колени. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам сегодня эту возможность поклониться Тебе, довериться Тебе, благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты и сегодня говоришь к нам. Ты сегодня продолжаешь свою работу, изменяя наши сердца, и сегодня, Господи, Слово Твое продолжает быть действенным, сильным, могущественным. И мы нуждаемся, Господи, в Твоей помощи, мы нуждаемся в том, чтобы Ты сейчас поддержал нас и укрепил веру нашу. Благодарим Тебя за то, что история воскресения, она представляет собой один из этих столпов, один из элементов, который помогает нам увидеть, что Писание в действительности истина, что благая весть – это правда, что история о человеке, о погибели, о восстановлении, история о спасении через Иисуса Христа – это в действительности истина, которая необходима и нужна всем людям, которые нас окружают. Я прошу Тебя, Господи, благослови нас. Утверди, Господи, веру в каждом из нас. Помоги, Господи, я прошу Тебя, особенно за молодых людей, особенно за тех, кто встречается с вызовами, которые бросают им вот эта система, которая антихристианская, антибожья. Мы просим Твоей милости, Господи, благослови нас. Благослови и поддержи. Просим Тебя, особенно за тех, кто не знает Тебя, прикоснись, Господи, рукой своей к каждому, поддержи каждого. Благослови, Господи, в этом пути, когда они соприкасаются с Тобой, с вестью Твоей, прийти к той точке сокрушения перед лицом Твоим. Помоги, Господи, чтобы души сегодня обращались к Тебе и обретали спасение. Благодарим Тебя за все. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok